приветствую мои родные любимые сердцу моему дорогие веганы христолюбчики и все у кого хоть как-то сердце распахано к истине кто способен слушать и слышать голос божий голос истины голос любви добра и всего самого светлого сегодня у нас такая тема жертвоприношения как я наверно ролик назову как оправдание зла кто не смотрел мой предыдущие видео по случайно попал с кем-то поделились этим видео я дам ссылочку в описании может быть здесь в подсказках добавлюсь не забуду комментарии в первом закрепленном ну или все забуду напишите в комментариях я там личку и как раз да в личку вам или в ответ на комментарии добавлю напишу отпишу силе ну и добавлю везде где обещал предыдущий ролик кто последовательно смотрит был первородный грех адама и евы тире убийство животного и пожирания его трупа кому интересно разобраться с писанием с бытием с началом творения мироздания как все это происходило какой грех садам адам с евы согреши совершили и как за него расплатились и как мы все расплачивались до сих пор особенно те кто не кается в этом зле сегодня поговорим о жертвы и очередной раз могу вам с весом и долей сказать что вы услышите сегодня только что вы никогда не слышали ной каин авель адам ева начнем так каин авель енох ной моисей авраам исаакаков да не забудем и их моисей давид сломон пророки все приносили жертвы это же так благоугодно зловонья благоугодное господа вы никогда не поймете истины с не поймете как читать писание если вы их читать если вы их не читаете вам достаточно открытого истине всему самому светлому и доброго вашего алчущего и жаждущего сердца если вы ищете истину еще и посредством писания ибо первое критерии убрать никуда невозможно он и есть основной основной двигатель вашей пути вашего к цвет вашей святости к вашей святости к вашему совершенству но если вы к этому присовокупляете познание бога любви и радости мира совершенствуя в том числе через бога в разных проявлениях в том числе через людей через людей которые говорят пишут показывают доделают что-то в том числе написали когда-то бумажки вы никогда ничего не поймете в библии так называемых священных писаниях слово боже если вы не поймете что библия особенно ветхий это книга греха падения человека кто хочет ее познать я всем рекомендую посмотреть ее почитать ее послушать вместе с моим чтением и моими комментариями ко всей библии который не записан на канале христолюб библии иные писания ну а этот ролик конечно же будет актуален хотя бы послушав предыдущий роль который я уже вам анонсировал и рекомендовал первородный грех адама и евы это убийство животного и пожирание его трупа именно совершив этот грех адам с евы не умирают но по призыву бога к покаянию и не заказ перемене этой жизни из этого греха в праведность и не закоснивание в этом грехе и дальнейшем вкушении вечной жизни при покаянии и добродетельной жизни они отказываются и они вкушают плоды своего греха ева дает жизнь в скорбях и болях и болях адам вечно добывает все от земли скорби и поте и мы носим те животные одежды которых мы убиваем одежду смерти то есть смерти которую мы не бог а люди в лице адам и ева принесли в бытие то что сегодня буду говорить вы нигде не найдете не в писаниях не в толкованиях религиозников на псевдо христиан и поистинных христиан совсем немного на планете земля всегда было есть и будет это малое стадо то что вы слышали о жертвах якобы угодных богу это чушь это ложь человеческая кем написано библия библия написано человеками далеко не святыми мягко скажем а зачастую грешными обычными грешниками если вы хотите понять почему библия не слово божье не святые писания обычные книги как она и названа я всем рекомендую подписаться на мой канал и посмотреть все эти видео которые на них выложены начиная от проповеди свободном слове кончая чтением самой библии на канале который я вам уже анонсировал мы не умеем читать между строк почему потому что нам закрыта истина греховной жизнью мы грешили до покаяния якобы после псевдо покаяния в какой-нибудь секте до в якобы каких-то грехах зачастую придуманы религиозными лидерами и никаких изменений жизни действительно в святую деятельную жизнь какой проявляемую в любви и добре ко все к богу как все любят любить бога но к богу проявляемого в бытие во всем своем проявлении и в природе и в животном мире и в человеческом мире и вот жертвоприношение конечно же когда мы читаем библию дальше все что описано там бог плохой а человек хороший все это это происки сатаны через дела слова и руки человеков к сожалению может вы заметите читая библию все-таки здесь об этом скажу о чем говорю естественно при чтении библии что бог становится плохим со времен грехопадения человеком с того момента как адам место покаяния вместе с евы тыкнули богу с этого момента все время бог плохой обратите внимание несмотря на то что ее писали грешные люди на самом деле грешные не по православному я грешно грешно супер грешно но меня в лике святых возводит нет по-настоящему обычные грешники потому что те дела которые они вытворяли ничего общего с истиной не имеют на то что они как бы не хотели извратить и показать нам плохого бога и хорошего агнца непорочного человека у истинных детей божьих открыты глаза и они видят что в начале у них даже не получилось мне очень часто говорят а почему ты тогда принимаешь первые главы первые стихи вот так скажем в чистоте а потому что там нечего было испортить там не было человека там был один бог ну просто тупо можно конечно писать бог это дьявол все но такого написано не было не повернулась рука не у писателей не у тех религиозных сектантов можно сказать бесноватых людей которые правили всеми культами для которых жизнь человека ничего не стоило инквизиция присущи всем сектам католики православные протестанты все убивали для них жизнь человеческой ничего не значило чего уж говорить-то исправить букву слова или смысл в так называемых святых писаниям той блевотины зачастую которой они кормили своих адептов для них ничего это не стоило если жизнь человека ничего для них не стоило они сжигали ретиков во имястины какой истинный бы истинный есть любовь уж понятно что для них бумажка ушиет перековеркать можно как угодно и вот только благодаря этим первым стихам в которых мы явно видим что бог творит абсолютное благо и бог есть абсолютная любовь с появлением 4 человека дальше все идет сикось-накось бог везде плохой человек хорош откуда же появляется жертвоприношением что это вообще за такое жертвоприношение немногие то что сейчас буду открывать это абсолютная истина истина доступная каждому просто не мы не хотим задумываться мы не хотим раскидывать теми мозгами хорошем смысле слова раскидывать который дал нам бог мы не хотим думать мы не хотим анализировать мы не хотим трудиться в райуда возделывать и хранить его конечно можно все секты я много раз об этом говорил и показывал все их не извращение лжеучения построены на вырванных стихах из контекста на вырванных эпизодов целых событиях исторических целых эпох до извращенных на библии и история человека она начинается в начале они в конце и в конце заканчивается они в начале как книгу откровения каким только временам не притягивают хотя это книга о последних временах а самых настоящих последних временах в прошлом ролике и кто меня давно смотрит и кто читал со мной книгу бытие и библию тот уже помнит потому что прежде чем мы поговорим о жертвоприношениях вы видите я люблю длинные предисловия что вас все в голове уложилось мы его встречаем в четвертой главе книги бытие где кайн и авель дети два сына первых людей родители адам и севы приносят жертвы и причем мы читаем это так эти тексты написаны грешниками что якобы бог благоволит к этим жертвам конечно же бог никакие конечно же дети божьи они все видят они видят подлоги они видят псевдо учения дурных безумных бессердечных людей конечно люди колеблющиеся люди на перепутье некоторые просто по себе не не укрепшие так скажем вере в познание еще младенцы в истине во христе кто-то дети кто-то юноши конечно порой с них взять то нечего но каждый в ответе за свои дела и немногие хотят задуматься а почему когда я читаю четвертую главу которая начинается с того когда адам и адам познал еву у них родился первый сын кайн потом родился второй сын авель откуда у нас вообще взялись жертвы почему вдруг дети этих родителей начинают приносить в жертву более того авель казалось бы достаточно добрый светлый паренек на якобы который потом выяснится но якобы лучше кайна который убьет потом своего брата авеля почему этот юноша казалось бы если нормальный чистый человек разве он будет убивать животное убивать живое существо отрезать ему голову потрошить его брюхо ковыряться в этих кишках по локоть и по уши в крови разве нормальному человеку придет это в голову нет так почему авель делает это почему авторы книги бытие неважно кто и писал сколько тысяч раз до нас и переписали переводили на тысячи языков в каком виде вообще она до нас дошла то ли писали все это было еще до потопа да когда нас это дошло через какие басни байки предания старичков и бабьи басни откуда берется жертвоприношение кто научил авеля убивать животные детям божьим все очевидно своих детей учат родители в прошлом ролике я этого специально не сказал знаю что буду записывать следующий ролик прошлый ролик мы с вами когда поняли что наконец-то адам и съев именно и сделали этот страшный грех убийство животного кто учил их этому кто научил авеля убивать животное спар отрезать ему голову спаровать ему брюхо кто этому научил всему кто этого завожделел и не смог себе отказать и не смог отказать себе даже при призыве бога творить это отказаться от этого творения кто это кто это сделал это сделали вот эти ребята адам с евы это они научили авеля убивать беззащитные животные почему же нам описано убийство если нам как мы с вами убедились я надеюсь истинные истинные дети божьи настоящие веганы христиане в том что адам с евы убили животных и за этот ужасный ужасный грех грех прекращение жизни в аналогию с богом который дает жизнь и радость всему и те кто отняли эту жизнь причинив ужасные страдания в оконцовке смерть живому существу почему же в четвертой главе убийство животного авеля преподносится на библией как знаете мне это слово когда год библия говорит мне напоминает что государство государство плохое государство хорошее кто это государство что значит библия говорит за этой библией кто-то стоит за ней стоят те кто ее переводили для нас переписывали перед любой перевод это толкование перетолковывали Тысячу раз переписывали со времен первых песен. Кто это? И вот этот некто выдает нам жертву, вернее, не так правильно сказать, а вот это злодеяние, грех его родителей, убийство беззащитного живого существа, выдает этот поступок уже как задобродетель под названием «жертва, угодная Господу». То есть вот эта смерть, страдания живых существ, детей Земли, детей Божьих, ибо Бог всячески во всем, вдруг стала, вот это вот зловоние, которое исходит от приготовления этого животного, сжигания его внутренностей, почему вдруг это становится благоугодным Богу? Я вам скажу то, что очевидно, но вы нигде этого никогда не слышали, не услышите. «Жертва была придумана Адамом с Евой». Жертва это была... На самом деле я кое-у-кого такое читал, тоже... Ну, сейчас неважно. Истина не принадлежит никому. Кого ты слышал? Мне не важно, будь сладцова на христолюбца от чего-то услышанного. Вы можете сами это говорить. Истина, она никому принадлежит, она просто есть. Мы все должны жить в раю. Мы все должны подняться в небесное царство и там остаться навсегда с Творцом и Богом нашим, Иисусом Христом, Богом, абсолютной любовью, радостью, миром, кротостью и смирением. Почему же Адам с Евой придумывают жертву? Что это так придумывает жертвоприношение? Что же это такое? В прошлый раз мы с вами изучили эту историю. Они убивают животное, пожирают его труп. Бог призывает их к покаянию, они не хотят каяться. Настолько этот плод, этот труп вожделен и похотлив их нему чреву, они не готовы отказаться от греха ради этой похоти. Но этот голос всегда гнобит человека. Божий голос не дает ему спокойно жить. Бог всегда призывает. Бог не хочет смерти грешника, но чтобы покаялся и жив был. Как же оправдать свой грех? В своих глазах. Им до Бога никакого дела нет. Мы это с вами из третьей главы книги «Бытия. Грехпадение» Адама с Евой узнали. Как же оправдать себя? Как же успокоить? Кто говорит совесть? Кто говорит голос Божий? Ну, самого себя, не важно. Более того, мы не просто хотим себя оправдать. Мы хотим стать праведниками, незаслуженными. Мы мнимы себе все, что мы святые, пребывая во зле. Так что же такое жертвоприношение, благоугодное Господу? Адам с Евой такие хитрожопые. Они придумывают, что убивают они все это во славу Божью. Они придумывают жертвоприношение. Их не грех. Ты не хороший. А мы. Агты непорочные продолжаются. Это Богу нужны жертвы. Богу нужна вся эта кровь. Все это насилие. Страдание бедного животного, когда его тащат за шкибот, связав ему руки и ноги. Это Бог плохой. Чтобы себя оправдать, надо сделать Бога негодеем. Каким языком и негодной рукой и написана в основном вся Библия. Даже Евангелие не дрогнуло рука исказить до того, что из Христа сделали труп ожора. Грех Адама Евы из простых слов. Ты. Ты все это. Ты во всем виноват. Ты змея сотворил, единицу ангела света, который и дал ему свободу, по которой он пал. Мне предложил грех. Я с удовольствием вкусила. Мужа угостила. Муж с удовольствием вкусил. Но виноват во всем ты. Ихний грех словесный. Знаете, вспомните Давида. Бесноватого старичка, который в старости своей не погнушался, который жил по закону Божьему, который исполнял его заповеди, который в старости не погнушался женою и просто ближнего своего. И невеликий заповедь от него требовался блюсти. Он нарушил все заповеди. Моисея даже. Про добро его я вообще молчу. Его не было никогда. Он даже не смог не творить зла. Он насилует жену своего лучшего и верного военачальника. Более того, всячески, я еще раз скажу это слово, хитрожопыми, извилистыми, иезуитскими вот этими вот всеми лукавыми... Лукавыми поступками пытается этот грех скрыть. Грех порождает новый грех. Грех насилия жены ближнего. Даже не при любодействии. Грех насилия жены ближнего за собой тянет еще больше грех. Убийство мужа этой изнасилованной жены. Причем какими лукавыми методами? Кто хочет обратиться, попросите ссылку. Я вам дам ссылки на свои ролики, где мы читаем эти места. Ну или вы сами можете их найти, если знаете, в каких книгах царства эти стихи написаны. Это место грехопадения Давида описано. И до чего докатывается этот бесноватый старичок? Когда ему приносят весть об убийстве этого мужа, какие мерзкие, противные, подлые слова он говорит. Я перефразирую, да. Что жизнь человек? Подумаешь там. Верный мне военачальник, верный как собака своему хозяину, которого жену я изнасиловал. Ну что там его жизнь? Ну, жизнь одного воина другого. Подайте мне новый бокал вина. До такого же безумия доходит Адам с Евой. Вместо того, чтобы признать себя в грехе, покаяться, что они делают? Эти люди негодные. Деятельно выражают те слова, которыми они тыкнули Богу. Ты плохой, а мы хорошие. С тех пор входит новый деятельный, ну или продолжение этого первородного греха. Грех за грехом тянется. Они нарекают Богу негодяям. Богу нужны все эти страдания, слезы и смерть тех живых существ, которых он сотворил, которым дал жизнь, дыхание, вдунул в них свое дыхание жизни. В самих псалмах так написано. Точно так же, как вдунул некогда это дыхание жизни в человека, и человек стал душой живой. И они нарекают Бога этим негодяям. Они клевещут на Бога, подобно своему отцу дьяволу. Бог плохой. И они начинают убивать животных во имя Бога. Они убивают их для Бога. Посмотрите на эту подлую картинку, я ее специально поставил. С такой мимикой они смотрят. Давайте я картинку покрупнее вот так сделаю. С таким вожделенным лицом они смотрят на Бога. Это все ради тебя. Мы так не хотим этого делать. Это же ты от нас просишь эти жертвы. Они тебе так нужны. Мы так тебя любим. Это мы тебе поклоняемся жертвоприношениями. Здравые люди, которые Библию читают не задом наперед, а от первой главы к последней, от первой стиха первой главы первой книги, как я говорю, до последнего стиха последней главы последней книги, разве так все было? Бог просил от кого-то убивать животных. Бог, наоборот, запретил. Запретил творить зло и призывал творить добро. Но дети дьявола продолжают свою негодную деятельность. И Адам с Евой нарекают Бога негодяем, а человека ягненком непорочным. Жертвоприношение придумано для того, чтобы оправдать свое зло. Свой голос. Я хороший. Я убиваю во имя Бога. Именно этому негодный Адам с Евой и учит этому своих детей. Уже Авель свято верит в то, что убийство животное угодно Богу. Вы знаете, я своим родителям, ну, своем папе с мамой, я общаюсь сейчас уже давно, да. Я папе так и сказал, что мне не за что погладить тебя по головке, вот, в частности, за это. За много я папе благодарен, маме, родителям, как вырастили, что дали, да. Я говорю, ну, за это не за что погладить. Мои родители на данный момент не веганы, не христиане. Я, не нарушая их свободу, конечно же, всячески пытаюсь на них повлиять. Ну, наверное, с мамой я сейчас практически не общаюсь. И практически вообще не общаюсь. Ну, а с папой я ему сказал, вот, если бы ты меня так, вы меня так воспитали веганом, да. Я бы сейчас вырастив и познав истину, даже если бы я сам в свое время свалился во все тяжкие, я бы сейчас был, ноги бы тебе целовал, был благодарен за то, что хотя бы у вас, вы сделали попытку. Я говорю, а так я могу вам только сделать предъяву за то, что вы не вырастили меня в истине. Я вам хочу сказать, все, кто растит своих детей, вы пожнете те же самые плоды. Это все родители виноваты в этом. Адам с Евой уже своего ребенка, Авеля, убедили, что Бог – это бес. Вы не видите это в книге «Бытие». Почему была принята, я все-таки здесь скажу сегодня, да, жертва Авеля якобы. Бог не вмешивается в жизнь человека, насильно меняя его природу. Бог воспитывает человека, дает ему познание добра и зла, и человека стоит его свободным избирать. Авелю… Ого, вот это ты. Авелю собственные родители уже настолько промыли мозги, что Бог, истинный Бог, сотворивший небо и землю, и все живое, и давшему всему жизнь и радость, без, что этот Бог – дьявол, которому нужны кровавые жертвы. Адам с Евой, неспособные, как и сейчас, посмотрите, как от проповеди «Веганство» не хотят каяться люди. Адам с Евой, упорствуя в своем собственном зле, грешат еще тем, что в это зло затягивают своих детей, неспособные, отказавшие от своей похоти. Грех рождает грех. Убийство животного. Обвинение Бога во всем. Дьявол, деятельное творение Бога дьяволом. Приписывая Богу злые похоти, злые желания, сами умывая свои ручки. Авеля с Каином они уже воспитывают, что Бог – это дьявол. Бог, сотворивший небо и землю, – это дьявол, которому нужна слезы, нужны страдания, мучения, крики, вопли беззащитных, любящих человека, живых существ. Авель уже свято в это верил. Но родители не обманут. Тут с него взятки гладки. Ну, не считая того, что Бог, конечно же, был в его сердце, то считаешь, как в сердце любого человека. Мы видим такую картину в четвертой главе книги Бытия. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каины. И сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец». Заметьте, они уже убивают тех, они даже убивают так называемых «недиких» животных. Они уже убивают домашних своих. Знаете, само словосочетание «убийство домашних животных» мы, люди, настолько отупели и окаменели сердцем, что мы даже не можем познать ужас этого словосочетания. «Убийство домашнего». Ты выращиваешь живое существо, душу живую. Детям земли, зачем? Земля которых родила, чтобы пролить кровь на эту землю, на мать. Просто ради похоти своего члена, чрева. Убить, убить живое существо. Спустя несколько времени, ну, естественно, как они подросли, да, Каин принес от плодов земли дар Господу. А Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. Бог уже насильно не меняет человека. Он не может Авелю сказать, он ему в сердце точно так же говорит, конечно. Но Бог уже явно, как к Адаму с Евой, уже не обращается к Авелю за то, что они уже пожирают, что их родители убивают этих животных. Их вскормили на этих трупах. Своих детей уже научили. Авель что, видел Бога? Каин видел Бога? Нет. Их родители вскармливают трупами убитых, этими же родителями, живых существ. Учат их тому, что это хорошо, что это угодно Богу. Потому что Бог – это дьявол, пьющий кровь этих овцов, веселящийся на их страданиях и мучающих, внимающий и обоняющий это зловонное благоухание, как они его называют. Я его называю зловонием. Авель это делает действительно от чистого сердца. То, чему научили его негодные родители. И он приносит эту овечку. Тут Бог уже все. Он уже оставил человечество в этом. Он попытался достучаться до сердец Адама с Авеля, родителей всему человечеству. Они не хотят это принимать. Конечно же, внутри сердца однозначно Бог стучался и к Авелю. Но он его уже точно так же, как и у родителей, не хотел слышать. Это уж безусловно. И они приносят эту жертву. Якобы угодную Богу. Почему Каин убивает Авеля? Почему? Тоже, да, хорошая иллюстрация. И призрел Господь на Авеле и на дар его. Все, что Господь призрел, это не важно, что тут люди писали. И на дар его. Господь призрел просто на Авеле. Действительно, его чистое желание. Его мама с папой научились, что Бог дьявол. И надо ему угодить. Что ему вот это с перерезанным горлом животное нужно зачем-то Богу. Но Бог-то видел сердце Авеля и Каины. И из этого дает следующий урок жизни человеку. Адамус Евы дал не убивать. Я вам уже в прошлом ролике говорил. Теперь Ева вкусит плоды того, что она сама сотворила. Она убила дитя земли, животное, которое произвела земля. Ее собственные дети один убьет другого. Но видя сердце Каина и Авеля, Господь видел, что несмотря на то, что жертвы ему эти дары не нужны. Потому что это зло. Он из этого пытается новому уроку преподать человеку. Господь делает вид, что одну жертву он принимает, другую нет. Потому что сердце Авеля в этом плане действительно было честным. Он хотел угодить Богу. Жалко, что его негодные родители не научили истинному Богу угождение. Каину и это не надо было. Родители просто научили, что надо угождать. А ему не надо было, не хотел Богу угождать. Неправильно, неправильно. Ему Бог вообще был до лампочки. Это на тот момент абсолютное чудовище. Каин сильно огорчился, когда Господь не презрел на дар его. И поникла лицо его. И сказал Господь Каину, Заметьте, при новом грехе, входящем в бытие человечества, Бог пытается изменить человека прямым голосом в его сердце. И сказал Господь Бог Каину, Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешься лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя, плод вожделенный, Дающий знание, познание, Богу познание, познание добра и зла. Но ты господствуй над ним. Что делает Каин? Кажется, вам всем знакома история, только вы не делаете из нее правильные выводы. И сказал Каин Авелю, брату своему, Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, И убил его. Конечно, Каин – чудовище. Точно такое же чудовище, как его родители. Адам с Евой. Адам с Евой убивают беззащитное живое существо, которое из глаза, уши, ноздри, душа, слезы, кровь, сердце, ум. Как вы думаете, Каин, взирая на своих родителей, на своего брата, который спокойно перерезает глотку бедному, трясущемуся барашку. Кто-нибудь видел ягнят? Кто-нибудь видел зайчат? Это же нежнейшие и просто невероятные существа, которых просто хочется целовать, обнимать и тискать, и гладить. И этот человек, прижав коленом его горло, режет его. Как вы думаете, при всем условии, что Каин, конечно же, безусловно, чудовище, совершивший этот грех. А что должен был сделать Каин? Его родители и его брат учат ему тому, что Богу угодно жертва живого существа, который ничего плохого вообще не сделал. Это даже была не месть, так скажем. Это не суд был над злым человеком, над плохим животным, которое причинило боль или страдания человеку, его имуществу, детям, как защищают свой дом, огород или еще что-то. Оно ничего не сделало. И Каин видит. Родители убивают, говорят, что это благоугодно Господу, который нюхает благоухание, исходящее от смерти и страданий. Брата убивает. Так может, я принесу лучшую жертву? Большую жертву? Авель приносит ягненка, того, которого сам растил, которого сам заботился, о котором сам пекся от стад своих. Каин убивает Авеля. Как вы думаете, откуда в истории человечества появляются человеческие жертвоприношения? Те, кто меня слушают, у кого умненький, у кого головка на шее, которая на плечах не только для того, чтобы туда трупы убитых животных сувать, уже все поняли. Откуда появились человеческие жертвоприношения? Точно тут же, откуда и животного. Человеческие жертвы всегда Богу приносились. Естественно, истинному Богу, про который сатана, потому что люди, которые считают, что Богу нужна смерть и страдания, эти люди исповедуют сатану и сами являются детьми дьявола. Почему же люди стали это делать? Ну, сначала убил просто так. Заметьте, как и Адам с Евой. Сначала убили, это было грехом. И люди, чтобы оправдать этот грех, не Бог. Люди придумали, что это нужно Богу. Катишься под горку очень легко. Пожалуйста, Адам, заслуженный наследник и образ и подобие своих родителей. Какая разница между человеком и животным? Никакой. Мы с вами в предыдущем ролике в этом убедились. Бог животных и людей творит в один день. Все названы живой душою. Во всех из Ветхого Завета мы знаем вдунуто дыхание и его жизнь. Мы все мучаемся, мы все страдаем, мы все радуемся, переживаем. Мы все можем быть убиты. Так откуда же человеческие жертвоприношения? Все тут же. Люди доходят потом до такой глупости, что человеческие жертвы дают за благоугодное Богу. Убивают невинных девственниц. Просто людей целые племена захватывали и приносили их целиком в жертвы. Убивали своих даже детей. Это делали те же самые евреи. Конечно, для кого Моисея непонятно, почему вдруг считается великим человеком. Это абсолютно бесноватый, безжалостный человек. Ничего доброго этот человек в принципе не сделал. Все, что он сделал, это уже все, что он делал, вся его жизнь и еврейского народа, как и всех народов мира, это уже плоды, плоды той бесноватой, безбожной, античеловеческой, антиприродной, антибожественной жизни, в которой погрузилось все человечество. Заметьте, Бог идет как будто во всей Библии, о чем хочу сегодня потедожить, Он как будто все время идет на поводу у человека. То есть, если сначала при первом грехе человека, там, убийстве животного, Бог обличает человека, и человек не хочет отказываться в этом зле, ну, Бог опускает планку. Хорошо, я подожду до следующего греха. Человек совершает еще больше греха. Кто хочет дальше со мной изучить книгу бытия, я всем даю отсылку на свой канал «Христалюм. Чтение Библии и иных писаний». Там вы убедитесь, что вот эти ссылки, к сожалению, псевдо-христиан, религиозников, тупых и безжалостных людей, ссылающихся на девятую главу книги бытия, о том, что Бог якобы разрешил, уже официально. Если тут мы еще не видим, уже люди вот из этих поступков, к сожалению, делают настолько, люди безумные и бессердечные, делают настолько неправильные выводы, ведущие их в ад, что якобы раз Адам, раз Авелю уже была благоугодна, жертва Авеля, Богу, хотя мы нигде не видим, что Бог просил кого-то где-то. Разве Бог в раю или после грехопадения научил человека убивать животных? Нет. Библия написана людьми, грешными людьми, и таким языком, что читать ее могут только святые люди, деятельно пытающиеся идти по пути совершенства. Им тогда по поступкам, по желанию своего сердца, алчущего и жаждущего, самой правды и истины, всего самого светлого и честного, им открывается истина. Бог открывает ее везде и вовсюду. Он показывает этому человеку все, где есть неправда. Если здесь уже из поступков грешные люди делают плохие выводы, святые люди делают хорошие выводы, как я сегодня вам показал, то уже в 9 главе уже эти грешные люди прямо пишут, якобы Бог разрешает человеку убивать животных. Но опять же запрещает до сих пор убивать человека. Мы видим, как эти люди из Бога делают не просто сатану, а уже сатаны сатаною. Якобы Бог в закон жизни, словами причем. Бог – это то, что есть. Бог – истина. Бог – не зло. Зло это сотворили Адам с Евой. Сотворил Каин с Авелем. Это не Бог все это творит. И Бог словами не дает законы зла. Это сделал Ной. Якобы Бог разрешает, да, убивать уже животных. Но, говорит, кто убьет любого человека, с этого кровь зычится. Моисей докатывается до того, что уже и убийство человека не считается злом. Негодный язычник – убей и забери все его имущество. Негодный еврей – убей и забудь о нем. И разотри. Плюнь и разотри. Уже убийство становится нормой. Человека становится добродетелью. В девятой главе – убийство животного. Лишь со слов человеческих становится. Бог становится дьяволом. Человек еще больше возрастает в святости. Вот такая вот история. Печальная история, к сожалению. Именно отсюда все эти жертвоприношения. Якобы это все угодно нехорошему Богу. Мне жаль тех людей, которые исповедуют это зло, сами идут во тьму кромешную. Ни о каком царстве небесном эти люди могут даже не мечтать. Для них закрыты даже двери рая. Я всем грешникам от чистого сердца любящего веганско-христианского искренне желаю покаяться начать с первого греха. Убийство беззащитных животных. Убийство эксплуатации. Откажитесь от этого. С этого начинается христианство. Если вы этого не делали, если вы до сих пор убиваете или проплачиваете убийство беззащитных животных, их эксплуатацию, насилие, цирки, зоопарки, ходите с детьми, показывая бедных животных в клетке, проплачиваете все эти медицинские эксперименты, да, и прочие-прочие вещи ужасные, но прежде всего, я говорю, не можете отказаться от похоти чрева, каждый день проплачивая убийство этих животных. Вы к краю не приблизились. Забудьте о том, что вы именуетесь христианами. Вкушать вам закрыт доступ к древу жизни. Никакая вера в Иисуса Христа вас не спасет. И бесы веруют, апостол Яков так и сказал. И бесы веруют и трепещут. Ничего это не дает. Веруют, может, и бесы. А вы дьяволы, ибо вы клеветники на Бога. Когда вы Богу приписываете зло, а якобы вы, творящие зло, еще и делаете богоугодные дела. Вы клеветники, богохульники и сатанисты. Двери Царства Небесного от вас так же далеки, как современные звезды от земли. Вы даже не вошли в двери рая. Он не закрыт для вас. Сегодня покайтесь и сотворите благо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok